спасибо алё да слушаю вас здравствуйте да мне робот позвонил какой-то только что в ВТБ я не расслышал просто если вы какую-то операцию совершали нажмите 1 если не совершали нажмите действие оператора ждите да речь в данной ситуации идет об оформлении кредита и выпуске виртуальной карты то есть хотел бы поэтому в этой ситуации в первую очередь уточнить вы запрос на кредит и на виртуальную карту в наш банк подавали нет нет БТБ ничего не подавал не подавали да просто дело в том что у меня сейчас в свое время в системе сформировал запрос на сумму в первую очередь в размере 450 тысяч рублей как вижу по заявке сроком на 5 лет не 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 вот и поэтому в данной ситуации что хотел вас уточнить вы вам ранее в свое время поступали допустим смс сообщение либо же звонки со стороны нашего банка что вам одобрен кредит либо же вам одобрено рефинансирование да приходили какие-то но я сумму не помню но точно на 450 там поменьше было хорошо а будьте добры сейчас выполните вход в смс сообщение перепроверьте данную информацию сейчас секунду ну последний смс руслан напоминаю вам об акции с вкусным кэшбэком получаете кэшбэк 10 процентов за покупки супермаркетах брусовых магазинах по вашей дебетовой карте нет нет именно связанные с кредитами имеют дочь не говорим на право а это в приложении в приложении смс керимов или проверить до перепроверти значит приложение попробуем просто печи теперь на 4g могу не войти хочу смотреть доступные средства карты и счета сбережения кредиты услуги именно на пара что вижу услуги услуги кредит одобрен семьсот восемьдесят четыре тысячи ставка 10 и 284 месяца а простите в полном объеме как у вас прописано в данном все баннере а для чего это не пойму ну то есть в данной ситуации вы должны понимать что это сумма вашего кредитного потенциала то есть на вас оформили кредит на 450 а у вас ваш личный индивидуально да я просто не интересовался ну одобрили одобрили ну вот и последствия данной ситуации как понимаете ну да никаких ну никаких кодов вы должны понимать то есть ничего такого конфиденциального вас никто сейчас не требует поскольку у многих клиентов это возникает во время какое-либо сомнение и подозрение то есть зачем эта информация дело в том что просто у каждого клиента сумма кредитного потенциала совершенно разная ну это я понимаю все от зарплаты зависит и так далее да от зарплаты даже может быть одинаковая зарплата но просто когда-либо там была просрочка на сутки понимаете поэтому от этого ухудшается кредитная история а сумма кредитного потенциала отображается либо же у клиента в личном кабинете либо же в самой системе именно в скоринговой системе а доступ к системе скоринговой никто не имеет поэтому будьте добры прочтите полном объеме что у вас отображается в баннере я буду ее перенаправлять в свое время в кредитное дело А я же прочитал вроде и прошу прощения вы пропадали из-за того что у вас ну телепакет шумел я так и не понял ааа еще раз зайду сумма семьсот восемьдесят четыре тысячи по десять с половиной процентов годовых на восемьдесят четыре месяца а я написано кредит одобрен онлайн за пару минут правильно ну да 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 уже одобрил ну как вы понимаете в данной ситуации я эту информацию перенаправил в кредитное дело нашего банка то есть они сейчас эту всю информацию будут запоставлять то есть перепроверять ааа в таком случае так как вы понимаете что в данном случае у вас произошла компрометация данных а компрометация данных может произойти через любой банковский продукт не встречается так же система банков а поэтому в данной ситуации укажите по какому адресу вы крайний раз обслуживались в филиале банков улица Чехова а дом я не помню четыре да скорее всего вы в Чехово обслуживались правильно я понимаю да да там просто два отделения на улице Чехова сейчас проверю точно а не помните что рядом находится рядом находится ну находился билла а сейчас будет лента магазин закрыли билла вот буквально неделю назад супермаркет я понял я понял да а вот вижу дикти в одном есть но дикси они вообще сейчас на каждом шагу поэтому это не ориентир так как же так остальное сориентироваться Напротив цветочный магазин вижу? Да, да, да И в этом, да, делении? Да Хорошо, а по какому вопросу вы посещали офис? А я валюту менял, покупал, точнее Хорошо, а вы на сегодняшний день являетесь, подскажите, зарплатным клиентом нашего банка? Нет Нет, да? Я Альфа-банке обслуживаюсь А, то есть там являетесь основным пользователем, правильно я вас понимаю? Да, но у меня на ВТБ просто сбережения кое-какие Хорошо, данную информацию задокументировал, как вы понимаете, перенаправил в свое время в юридический отдел То есть они сейчас данную информацию будут перепроверять Сейчас я могу вам точно сообщить информацию, что, как у меня отображается информация в системе, что есть основания полагать того, что у вас могла произойти утечка данных Но где и каким образом, кстати, в данной ситуации, к сожалению, сообщить вам не могу А какие мои действия? Давайте блокируйте тогда карту, ничего страшного, у меня там не зарплатная она Так нет, дело в том, что вы же поймите, что в первую очередь сейчас речь идет не о вашей карте, что производится какого-либо рода списания, правильно я вас понимаю? О том, что вашими данными овладели в этой ситуации неизвестный лист В ВТБ банке или где? В нашем банке, да Ну, не знаю, у меня, во всяком случае, вклады застрахованы, я особо не переживаю Так, никто же не говорит про ваши личные средства, я же не говорю, что, допустим, с вашего вклада производится списание суммы, правильно? Ага, ну да То есть речь идет о кредитном заявлении Я вам про то, что с вашими личными средствами что-либо происходит в этой ситуации, я вам не сообщал, с вами должен А заявление подавали, я так понял, удаленно, да? Не вживую? Да, разумеется, ну, ваш физический паспорт находится при вас, правильно? Конечно Конечно Вот Доступ, я думаю, к личному кабинету вы никому не предоставляли, а в этой ситуации процедура подтверждения оформления кредита проводилась в то время от вашего имени То есть через личный кабинет Ну вот Ну а ходи действия, я не пойму, что не делать, нельзя заблокировать, ничего нельзя сделать? Нет, нет, почему нельзя заблокировать, и вам этого никто не говорил, просто говорю в этой ситуации, что у вас компроментация данных Ну, потому что офигена какая-то происходит, меня сейчас тут на 400 тысяч обнесут, я буду платить потом 10 лет Так вам никто не говорит, так вам никто не говорит, что в этой ситуации кто-либо будет востребовать выплату по данному кредиту? Вам никто не сообщил информацию? Ну вы просто не говорите, какие мои действия, я в растерянности, я не знаю, что мне делать, у меня полмиллиона рублей, хотят взять на меня кредит, а что делать, непонятно Ну хорошо, поэтому сейчас, будьте добры, ожидайте на линии связь, не прерывайте, в течение ближайшего времени к вам будет подключиться специалист кредитного отдела, он вас проинформирует Ну хорошо Да, ждайте Да-да Алло, да Да-да, я тут Ну да, вернулся, получается, от руководства, мне предоставили информацию о том, что в данном случае переведу вас на специалиста кредитного отдела И он вас уже более в обширной форме проинформирует Благодарю вас за понимание, также сотрудничество Ожидайте на линию Да-да, я на линию Здравствуйте, Руслан Здравствуйте Финансовый отдел, банк ВТБ, меня зовут Архений, старший операционист Руслан, система банка поступила о регистрации неправомерных действий по вашему текущему счету Прошу вас уточнить, вас младший специалист корректно проинформировал по данной ситуации Ну, проинформировал правильно, но что сделать, я так и не понял, как бы, я говорю, давайте карту заблокируем, в полицию пойду Он говорит, не надо, что-то я вам, ну, я не говорю, что что-то надо делать, я не понял, что делать надо Я еще, только нагнал волнение От вас в данном случае никаких действий не требуется, мы ведем выяснение, откуда у вас ведется утечка вашей информации То есть вы понимаете, верно, если запрос был составлен на оставление вашей конституциальной данной, то это не место пользования мошенников Ну, это понятно, да Таким образом, мы отображаем по вашему счету кражу вашей персональной информации В данном случае, попрошу вас уточнить, вы самостоятельно данные счета нигде не указывали? Да я, в принципе, счет, счет сам не знаю, чтобы его указывать Надо куда-то в реквизиты лезть Вы, ну, номер карты, возможно, кому-либо сообщали Возможно, оплата на интернет-сайте Алиэкспресс, Валборис, Джума, Ассо... Нет, нет, эта карта у меня чисто такая Нигде не вам скажу Нет, да А для чего карту пользуете, простите? Ну, чтобы деньги, если свободные появляются, туда просто кладу, чтобы не тратить Ну, то есть вы карту на петельный счет используете? Да, да Да, открыт У меня не один счет Хорошо, а вам сообщение, подписание, либо начисление на ваш действующий счет своевременно поступают, Руслан? А у меня они подключены, я сама, если у меня только буша издавления Или, представляешь, кредит хотят взять на полмиллиона, почти 485 тысяч, вот для службы безопасности ВТБ ВТБ Хорошо, Руслан, а в онлайн-кабинете у вас своевременно отображается информация? Ну да, естественно Сумма остатка по вашей карте У вас одна карта, правильно? В ВТБ, да, одна А где смотреть тут? Протяжи, история А фиг его знает, я редко захожу, они у меня всплывают в окне все Чет Переходите в колокольчик, разделы уведомления Нет, у вас на главном, сверху, вверху, в правом углу колокольчик Нажимать на него, переходите в разделы уведомления Ну что тут, напоминаю вам об акции со вкусным кэшбэком Получайте кэшбэк 10% Чтобы всегда быть Ну тут 18 сентября, 19, а он мне не отображает Я вот только пополнял буквально на 120 тысяч рублей 3 дня назад Не отображает эти выполнения А вот, а, все, вижу, тут есть приложение И еще есть это, вкладка уведомлений, но там вообще пусто Общее поступление пусто, списание пусто Заказные письма пусто нет Руслан, скажите, пожалуйста, какой хуй на вкус? А как ты думаешь, хохол ебаный? А? Что мы взяли, во-первых, что? Потому что ты хохол ебучий, блядь Ты из Непра мне звонишь, да, гнида? Да, конечно Смотри себя на канале мошенники звонят по телефону на ютубе Там таких пидоросов много На канале хуеплется все член 3 раза в день Это про себя, да? Это про себя, хохол? Субтитры сделал DimaTorzok